уважаемые водолеи всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 22 по 28 марта включительно что ждет вас в этот период информация общего характера она подойдет и женщинам и мужчинам но не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может по каждой карте я стараюсь давать максимум из того что я вижу вы для себя должны брать только то что подходит под вашу жизненную ситуацию несмотря ни на что даже в общем раскладе можно для себя почерпнуть очень много полезной информации не спешите делать выводы на начало просмотра даже если с вами информация срезонировала всего лишь на 20 или на 30 процентов пересматривайте прогноз завершение недели для того чтобы делать выводы сейчас по традиции вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и будет являться ответом ваш вопрос да или нет запаситесь терпением для тех кто знает свой асцендент это второй прогноз вы можете смотреть и по асценденту таким образом у вас будет больше информации для размышлений все что требуется от вас это максимальное расслабление только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать колода готова и мы с вами начинаем ваша первая карта уважаемые водолеи все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с очень активные карты эта карта туза жезлов эта карта обновлений новых начинаний эта карта вашей идейности и горячности то есть вы спешите летите вы хотите себя в чем-то попробовать начать что-то новое вы горите азартом новых идей и вот эти самые новые идеи вы будете нести в жизнь в массы чем больших людей вы заинтересуете тем что важно вам тем больше вы найдете поддержки вы однозначно помощь будете получать из внешнего мира и высшие силы вам будут помогать для кого-то из вас это в не новые начинания а для кого-то желание просто что-то в своей жизни менять если говорить о вашем общем запасе энергии общий запас энергии великолепной энергия бьет ключом вам хочется жить творить и реализовывать жизнь задуманные планы давайте посмотрим общий фон событий всей этой неделе что входит в вашу жизнь и мы видим карту короля мечей если говорить о мужчинах водолеях вот эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что многое из того что вы задумали зависит от вас самого если говорить о женщинах то очень многое из задуманных вами планов зависит от мужчины и есть тот мужчина который будет вас поддерживать возможно это мужчина вашей же стихии это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно для кого-то из вас эта карта может показывать человека власть имущего человека при определенном статусе или погонах с помощью которого вы решаете какие-то официальные моменты все то что касается казенных домов любого рода бумаг если говорить о мужчинах вам поможет в делах ваша решительность и ваше умение аналитически мыслить давайте посмотрим что ждет наши семейные пары для семейных пара выпала карта старшего аркана влюбленных и карта рыцаря жезлов я вижу что в паре между партнерами есть притяжение но как будто бы между вами есть какие-то соблазны и искушения прежде всего с вашей стороны карта влюбленных может говорить о том что вы не до конца уверены в том ваш ли это человек и эта карта может предполагать то что в парах могут быть треугольники или четырехугольники может быть вы думаете еще о ком-то ваш партнер может также чувствовать ваши перемены настроения и тоже может думать о ком-то еще но в любом случае вы вместе если говорить о мужчинах то в этих отношениях вы доминируете но выбор окончательный все-таки остается за женщиной и если говорить о женщинах водолеях именно вы стоите больше перед выбором чем ваш супруг у многих есть шансы возобновить отношения которые немножечко угасли здесь видна страсть здесь виден порыв желание удержать и в то же время соблазны во внешнем мире эта карта может также говорить о том что вы оба стоите перед выбором касающимся вашей семьи возможно быта из-за чего-то вы спорите вам тяжело прийти к единому мнению но все таки мнение мужчины побеждает давайте посмотрим что ждет наших одиноких свободных водолеев и для вас выпала карта старшего аркана повешенного карта старшего аркана колеса фортуны и карта тройки чаш в общем-то неплохо карта повешенного говорит о том что многие из вас давно пребывали в каком-то томительном ожидании и еще может быть в начале этого периода у кого-то вот этот завис продолжался неопределенность чем-то но в вашей жизни начинается движение эта карта также может говорить о том что и в недавнем прошлом и в настоящем вам слишком многим приходится жертвовать для того чтобы что-то в своей жизни изменить вы хотите вот этих перемен колесо фортуны это также свежий ветер перемен это новые возможности новые люди новые шансы которые вам судьба в этом периоде предоставит главное эти шансы не упустить по тройке чаш это прекрасно выгодное правильное и нужное партнерство то партнерство которое выгодно вам и выгодно противоположной стороне а это говорит о том что то что касается работы вам будут поступать хорошие предложения независимо работаете вы или не работаете то есть для тех кто не работает свободных водолеев у вас есть возможность работу найти и здесь скорее всего вам будут помогать люди те которых вы хорошо знаете но здесь будут еще и какие-то новые варианты в любом случае вы порадуетесь конечному результату вы будете довольны той работой которую вы нашли для тех кто имеет основную работу это изменение в основной работе и возможность попробовать себя еще в чем-то новом возможность повысить свои доходы и наконец-то выйти из состояния застоя если говорить о вашей личной жизни даже у тех у кого до сегодняшнего дня пока ничего не получалось вот эта карта говорит о том что вас ждут новые знакомства возможно даже посредством интернета ваш партнер или партнерша может быть на расстоянии но это не будет препятствием и помехой но так как мы видим троечку чаш это все-таки больше свободные отношения либо они предполагают то что пока в данном периоде даже если вы с кем-то встречаетесь в отношениях может быть кто-то еще либо вы размышляете либо со стороны того человека с которым вы рядом тоже есть кто-то еще но я вижу что события вашей жизни будут меняться и развиваться стремительно свидания и встречи приносят вам радость наполненность новые ощущения благодаря тому человеку который в ближайшее время может войти в вашу жизнь что-то вашей судьбе может кардинально меняться главное сделать правильный выбор почему потому что троечка все таки предполагает выбор в общем-то карты хороших перспектив на будущее чем я вас и поздравляю и вот эти обновления у многих начинаются уже с периода этой недели давайте заглянем в сердце вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни в центре расклада мы видим карту короля жезлов для мужчин эта карта говорит о том что вы человек очень идейный очень азартный очень живой и очень умный харизматичный вы всегда любите быть в центре внимания в центре любых событий вы любите занимать лидерские позиции и многие из вас действительно могут управлять другими людьми кого-то из вас эта карта и показывает как человека который может быть уже работает сам на себя даже если вы работаете в коллективе от вас могут зависеть какие-то важные процессы и с вашим мнением сто процентов считаются если говорить о женщинах водолеях то на вашу жизнь в этом периоде может иметь влияние как минимум два мужских лица почему потому что у вас был и король мечей и также рыцарь жезлов две мужские карты эти карты могут предполагать разговоры двух мужчин рядышком с вами у нас здесь еще есть рыцарь жезлов но для кого-то это может быть ваш сын для тех кто в паре если детки взрослые что-то может быть и от вашего сына зависит в вашей судьбе если говорить о женщинах для мужчин это совет между тремя мужскими лицами в чем-то для вас важно если говорить о работе о заработках для мужчин заработать вы сто процентов сможете будут хорошие выгодные предложения при деньгах вам быть если говорить о женщинах во многом ваши финансы либо какие-то рабочие процессы могут зависеть от мужчины для тех кто в поиске работы как подсказка помочь с работой может мужское лицо давайте посмотрим что происходит с вашими финансами на финансы для вас выпла карта королевы пентаклей королевы монет эта карта говорит сама за себя если говорить о женщинах водолеях вы показаны как дама деловая практична умная умеющая просчитывать шаги и варианты наперед то есть у вас определенно есть какая-то тактика и стратегия в делах вы умеете окружать себя мужским вниманием вы умеете пользоваться мужчинами даже если вы этого не пробовали ранее попробуйте в этом периоде у вас все получится эта карта говорит о том что вы также довольно таки креативная личность это что касается вашего заработка у вас у самой есть какие-то нестандартные идеи которые вы хотели бы реализовать в жизнь но в эти идеи нужны вложения деньги у вас будут для того чтобы реализовать то что вам важно без денег наши милые женщины также не будут тем более рядышком с рыцарем жезлов и королем мечей то есть говорит о том что определенно один мужчина вам будет помогать точно это может быть кто угодно мужчина из внешнего мира коллега по работе друг или любимый даже если вы не работаете вообще то мужчина с финансами поможет женщина а для женщин вы можете даже иметь дополнительные источники доходов и я вижу что в деньгах стабильность у вас будет что происходит во внешнем мире на внешний мир для вас выпала карта пятерки чаш эта карта предполагают то что есть какое-то общение которое вас напрягает и разочаровывает это может быть кто-то из ваших родственников это может быть ближайшая дружба но общение с кем-то вас утомляет на кого-то вы обижаетесь начинаете поддаваться депрессивным состоянием как только с кем-то у вас не получается договориться но эта карта может показывать и семейные личные отношения которые отражаются на все и на работу и на внешний мир я все-таки возьму сюда дополнительные карты для того чтобы немножечко прояснить ситуацию и для вас выпала карта двойки пентаклей то что касается работы возможностей рабочего характера может быть кто-то из ближайшего окружения вам предлагают подработку но такое впечатление что с кем-то вы не хотите иметь дело потому что в ком-то разочаровывались ранее ну и возьмем давайте карту совета для тех у кого есть такая ситуация карта семерки мечей говорит о том что у вас есть враги есть конкуренты и есть те кто вам мешает конечно это карта может говорить и о сплетнях и о интригах и о том что кто-то может претендовать на то что по праву принадлежит вам поэтому все-таки во внешней мере проявляйте осторожность в особенности с мало знакомыми людьми но даже среди тех кого вы хорошо знаете не все так прозрачно и я вижу что как бы чувствуете что кто-то с вами либо не до конца честен либо не до конца искренен давайте теперь посмотрим что вам может помочь либо что может помешать на ближайшее время на период этой недели и на ближайшее время восьмерка жезлов карта королевы чаш и карта четверки мечей в общем то события вашей жизни будут развиваться довольно таки быстро это скорость это ваш собственный огонь и динамика очень многие предложения решения которые вами инициируются во внешний мир будут встречены другими людьми приняты и вы получаете нужную поддержку если смотрят меня женщины показана ваша творческая натура ваша добрая душа но где-то из-за своей доброты вы немножечко страдаете поэтому не стоит слишком кому-то доверяться четверка мечей говорит о том что могут быть какие-то болевые моменты из-за отношений с кем-то это может быть какие-то старые болезненные ситуации которые могут вернуться в вашу жизнь и это то из-за чего вы переживаете страдаете то есть как будто бы заново вам нужно пережить ту боль которую вы уже пережили ранее для кого-то это может быть бывший или бывшая информация от него либо это вынужденные встречи для того чтобы решить какие-то дела после этого болезненность и опустошенность если говорить о женщинах вы чувствуете себя как непонятой не услышанной если говорить о мужчинах то вы обижаетесь на женщину но именно женщина поможет вам выйти как раз из вот этих состояний подавленности для кого-то эти карты могут говорить о разочарованиях в любви или о том что возможно вы пытаетесь развивать отношения с одним человеком а вам пытается напомнить о себе бывший или бывшая и вам тяжело все это в своей голове переварить давайте посмотрим чем для вас эта неделя завершится и на завершение этого периода для вас выпала материальная карта девятки пентакли эта карта прекрасных великолепных доходов эта радость от получения прибыли для многих из вас это какие-то обновки покупки возможность расслабиться отдохнуть получить от жизни удовольствия для женщин эта карта может говорить о том что рядом с вами есть покровитель мужчина и возможно не один мужчина который вами может интересоваться но вы и сами способны зарабатывать давайте возьмем карту основного совета и для женщин и для мужчин для вас выпала карта старшего аркана шута и эта карта говорит о том что вы должны не побояться начать что-то новое и если в вашей голове на сегодняшний день зарождается какая-то новая креативная идея которая вам может быть даже кажется где-то сумасшедшей вам стоит рискнуть у вас должно получиться эта карта говорит о том что вам нужно больше легкости есть проблемы есть сложности но не нужно заморачиваться не нужно уходить в себя и депрессировать по четверке мечей но в негативе все-таки эта карта может говорить о том что в делах может мешать излишняя спонтанность мы видим что события вашей жизни развиваются очень стремительно как у женщин так и у мужчин но помните о том что любая спешка и любой риск должен быть оправдан великолепная карта для новых знаний для образования для путешествий для новых знакомств поэтому если вы запланировали учебу путешествия или новые знакомства ни в чем себе не отказывайте давайте теперь посмотрим на ответ на ваш вопрос да или нет для вас выпала карта верховной жрицы эта карта не дает ответ ни да ни нет она говорит о том что пока 50 на 50 почему потому что вы себе что-то уже распланировали возможно вы как бы знаете исход того как дело должно закончиться но вы немножечко ошибаетесь у судьбы свои планы и вы столкнетесь чем-то тем чего вы пока не учитываете только потому что не можете видеть что-то какие-то факторы от вас скрыты и не все в этом вопросе зависит от вас если говорить о женщинах вам все-таки стоит прислушиваться к своей интуиции если говорить о мужчинах вам стоит прислушаться к интуиции женщины если говорить о домах по поводу того дела которое для вас важно старайтесь меньше об этом рассказывать другим что-то должно оставаться в тайне для того чтобы вам не сглазили не перебили потому что мы видим что враги и завистнички то рядом с вами однозначно есть эта карта может еще предполагать то что вселенная не дает вам пока желаемый результат на тот период на который вы загадали только для того чтобы вы раньше времени не сделали какую-то ошибку то есть карта предполагает возможную ошибку от которой судьба вас пытается уберечь именно поэтому планы будут немножечко меняться и это от вас не зависит эта карта как совет говорит о том что не стоит торопиться стоит взвесить все за и против потому что эта карта двойственности дилеммы и она говорит о том что до последней минуты вашей душе противоречия а раз вы в чем-то до конца не уверены то не нужно спешить и давайте возьмем несколько дополнительных карт что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин две карты для вас выпла карта королевы чаш и карта девятки монет в общем-то карты прекрасные и обратите внимание что девяточка монет дублирует девятку монет которая была в вашем раскладе это говорит о том что информация верная многих из вас действительно ждут хорошие доходы возможность неплохо отдохнуть расслабиться провести время в свое удовольствие для женщин чем-то себя побаловать если говорить о мужчинах эти карты тоже могут предполагать то что рядом с вами есть женщина которую вы возможно спонсируете либо готовы спонсировать и эта женщина будет ваша она уже ваша и если говорить о мужчинах у вас есть возлюбленная супруга или подруга то возможно эта женщина ждет какие-то подарочки ее нужно чем-то побаловать также эти карты могут говорить о том что для женщин в делах то что касается рабочих моментов и вообще есть какая-то женщина которая может для вас быть как подруга от этой женщины тоже что-то может зависеть для мужчин то же самое на вашу жизнь может влиять как минимум две а то и три женские особы и прослеживается здесь также влияние матери у кого матери живы возможно это женщина старшая в роду которая также может влиять на ход вашей судьбы то есть вы с мнением этой женщины будете считаться уважаемые водолеи таким был для вас расклад на этот период всем вам хорошего настроения и удачи подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания 1 2 3 4 4 5